Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова познакомит с современным российским писателем Игорем Давидовичем Гуревичем, членом Архангельского оригинального отделения Союза писателей России и его книгой «Дома не моего детства». Поэт и прозаик Игорь Давидович Гуревич родился в городе Архангельске. Мама Элла Моисеевна Черняховская работала инженером-связистом. Отец Давид Моисеевич был военнослужащим офицером Советской армии. Родом родители писателя с Украины и с Киева. После того, как отец писателя в 1975 году уволился из рядов Советской армии, семья окончательно обосновалась в Киеве. Свой литературный талант Игорь Давидович проявил достаточно рано. Уже во время учебы в 9-10 классах посещал литературный кружок при Дворце Пионеров. В эти же годы он посылал в журнал «Костер» несколько своих литературных проб, написанных в прозе, которые получили благоприятный отзыв со стороны реакции. Но рассказы и повести так и не были напечатаны. После третьего курса писатель перевелся в Архангельский педагогический институт имени Ломонос. С тех пор Игорь Гуревич живет и работает в Архангельской области. Очень интересная и насыщенная профессиональная деятельность Игоря Давидовича. В 1981 году он был направлен по распределению учителем русского языка и литературы в Каргопольский район Архангельской области. Работал он директором неполной средней школы в поселке Солзе, что в 100 километрах от Каргополя. Работал он учителем русского языка и литературы в городе Северодвинске. А с 1986 года по 1991 был директором Северодвинской школы новостройки. С 2000 года Игорь Гуревич работал в журналистике и информационном бизнесе. Был директором первого в Архангельске информационного аналитического агентства «Пина Информ». С 2006 по 2014 был директором по связям с общественностью в авиакомпании «Нордави». «Гражданская авиация» осталась для Игоря Давидовича любовью на всю жизнь. Он является редактором-составителем и автором документальных энциклопедических книг, посвященных этой теме. Среди них «Гражданская авиация на русском севере. Летопись». С 2015 года Игорь Гуревич визитут пиар-проекты, оказывает маркетинговые услуги, ведет активную общественную деятельность по продвижению пропаганды творчества современных русских и, прежде всего, северных писателей. В 2016 году Игорь Гуревич был принят в Союз писателей России. С этого времени он организовал различные книжные конкурсы и фестивали. В 2017 году был организован литературный конкурс «Доброе небо», в котором приняли участие писатели Псковской, Мурманской, Архангельской, Брянской и Тамбовской областей. Игорь Давидович ведет постоянную авторскую программу «Книжная лавка» на радио «Поморье». А с 2019 является организатором межрегионального литературного музыкального конкурса фестиваля имени Александра Грина «Остров надежды» под эгидой Союза писателей России. В 2020 году у писателя вышел собственный сборник повестей и рассказов «Зона отчуждения». Произведения автора отличают общий спокойный стиль и лаконичная тонкость описаний. Все свои истории писатель берет из жизни. С 2021 года Архангельское региональное отделение Союза писателей России реализует совместный издательский проект с издательством Вечи – книжную серию «Роза русского севера». За это время вышло уже три книги. Первой стал сборник рассказов и повестей Владислава Попова «Росиной хлебушек». В 2023 году вышел роман Игоря Давидовича Гуревича «Дома не моего детства». Третьей книгой стал библиографический очерк о современном русском писателе Владимире Личутине «Очарованный словом». Автор Сергей Доморощинов. Книга Игоря Давидовича Гуревича «До моего детства», по слову которой легли воспоминания об истории семьи, жизни, его бабушек и дедушек в начале прошлого века. Роман «Дома не моего детства» – семейная сага об истории двух еврейских семей в масштабах истории Советского Союза и Советской Украины, особенно Киева, в период 30-х-50-х годов прошлого столетия. Индустриализация, социалистическая перековка, война, эвакуация, первые послевоенные годы. Это увлекательная история о родовой памяти, долгие о любви, где воедино переплились воспоминания, исторические факты и, конечно же, художественные вымыселы. Сам Игорь Давидович о своем романе написал «Этот роман не особенно дорог. Это родовая память. Это сыновий долг перед моим отцом, оставившим мне в наследство свои воспоминания. Это моя обязанность перед моими детьми и внуками. Это веление сердца. Это книга о самом главном, что она сделает людьми и о семье и любви к близким». Региональную книжную серию издательства Архангельского регионального отделения Союза писателей России «Современные северные писатели» пускай с 2021 года. За это время в нее уже вошли 14 книг писателей-членов Архангельской писательской организации. Среди авторов известные северные писатели, лауреаты и дипломаты престижных литературных премий. Поэт Александр Логинов, углицы Сергея Доморощина, поэт Галина Рудакова, Павел Захарин, Татьяна Полежаева, Валерий Чубар, романтуг Марина Вахто и многие другие авторы. Редактор субтитров А.Семкин